Камешковский район Сейчас на этом месте будет очень много мата То есть мы обнаружили то, что даже не ожидали увидеть И вот мы ходили, был снег, видимо это все сделано было по осени Лучше, если вы смотрите со своими детьми, то уберите детей сейчас То есть это зрелище не из приятных Тела мертвых оленей лежат У второго домика от церкви То есть вот здешняя кормушка И если кому видно, вон первый домик, а вон там церковь В общем, добавить мне нечего больше по этому вопросу Жуть Я бы поверил, что если бы один олень валялся Но когда два рядом, я не верю, что это случайность Это все скорее враждебные действия Вот ты говоришь, что вот враждебные действия по отношению к коленям Да, что вот они лежат мелкие И даже если посмотреть, видно, что щетка именно отруэти Отпилены рога у них Здесь кто-то тусил Вот, кстати, лук лежит Знаешь, что ты тут можешь сказать? Что? Помнишь фильм? Какой? Ну, как там, заговор? Кажется, тут эту остановочку те двое делали Ха, да Ну, ты понял, разве что? Да, да, Донфильм Да Ну, там нет никого, что ли? Ну, я вижу, вон они Я думал, они в домике Ну, так как вы не видите Это, Настя, Саша Я думал, вы в домике здесь сидите А вы, оказывается, вон где В домике ничего не изменилось Там только вешалочка появилась Я знаю, мы же видели Ну, да Девчонки сюда заходили Еще там все эти уничтожены Кто? А, университет Массивные Улица Да, все университет Ну, это нормально Ну, да Тут же, наверное, приходят такие люди И мне в кассу И они икропиваются Не, ну, они боятся Их можно понять Это нас с тобой Это нам пчелы-осы не кусают Кому интересно Посмотрите, как два Миши со мной ходили И мы в первом домике Вон там сидим Мы решили поесть А там осы летают над нами Там Шершень залетел Шершень залетел, да И они такие На панике из домика убежали А Шершень за ними Да И весь этот рой улетел за ними А я сидел и угорал Что Кто чего боится То с тем и происходит А еще у меня такая Для себя Нерадостная новость Пока я Вчера Блин, задолбали меня эти сопли Все-таки сегодня морозно Пока я вчера лазил в горы Походу, когда я вот снимал Как я лезу где-то Я Оторвал Внутри провод От самого этого маленького микрофончика Я его сегодня развернул А провода Оторваны Теперь Мне надо Как-то решать вопрос С новым микрофоном Но в этот раз Я буду умнее Я уже буду знать Что вот такой микрофон Который я купил Он ненадежный Куплю себе Блютусовский микрофон Чтоб уже было надежно Может когда-нибудь Нам фортанет Как Говорит Наш товарищ Который К сожалению Сегодня к нам Не приехал Никита Тебе привет Может быть когда-то Выстрелит Все это дело И Мы сможем За счет Этого канала Приобрести себе Более лучшую аппаратуру Для съемки Всей вот этой красоты Пока Вон Братва Снимает олени Я пойду Вон туда К четвертому домику Видео с оленями У меня уже предостаточно Что это было Что за птичка была Пойду изучать Вот этот ручей Здесь мы Так стоп Все Вот все у меня трясется Здесь мы Еще не были Поэтому Давно хотел Посмотреть Что вот здесь Что я сейчас И сделаю Вон Какой-то красный кирпич Возможно Артефакт Раньше Вот здесь Находилась Деревня И деревня Находилась Завозик мой Вон там Возможно Этот кирпич Еще остатки Того Какого-нибудь Строения На современный Он Похож Нет Не знаю Но Очень Похож На тот Старый кирпич Из которых Раньше Строили церкви Думаю Что Извереть Его Не могли Принести И бросить Слишком Далеко Я не знаю Будет Слышно Нет Вот я Стою На какой-то Болотине И Прямо Слышно Как Она Как будто Булькает Или Медленно Куда-то Эта Вода Течет А куда Она тут Может Течь Неизвестно Вон там Какой-то Звук Пойду Сейчас Смотреть Что там И вот Еще один Артефакт Вот Еще Скорее Всего Здесь Была Какая-то Постройка Вот Они Но Это Не Это Старые Кирпичи Это Точно Не Советский Кирпич Потому Что Здесь Стояли Деревни Такие Древние Очередной Какой-то Ручей Но Это Уже Сделано Недавно Все Я не знаю Я Через него И пройти Не смогу Я В кроссовках Как-то Завязано Здесь Придется Обходить Вон там Ну все Вот здесь Я перепрыгнул Через него Посмотрю Сейчас Нет ли Здесь Каких Старых Фундаментов А то Что-то Мне много Попадается Красного Кирпича Даже Подозрительно Наши Сидят Вон там На дороге Вряд ли Их видно Они Что-то Там С квадрика Все Олени Снимают А я Как всегда На каком-то Болотистом Участке Как я люблю Чем трешовее Тем больше Мне нравится Вон видно Этот ручеек Медленно Течет Я Почти Скоро Подойду К возик И Увидим Как она Выглядит Здесь Хотя Возможно Ее тоже Пустили В другое Русло Вон тут Бобры Грызли Знаешь Здесь Все-таки Текла Речка Какая-то Либо Они тут Находятся Когда Ну да Вон Нагрызанные Там Бобры Грызли Вон Те Березы Не вижу Отсюда Ну сейчас Схожу Вон туда Посмотрю Может Что-то Есть Там Тоже Грызли Вообще Очень Странно Что Здесь Сегодня Очень Мало Оленей Может Быть Это Как-то Связано С Тем Что У Второго Домика Лежат Два Мертвых Вот Олени Тропки Есть Они Сюда Ходили Пить Воду Тропки Есть Оленей Нет Странно Даже Вот Если Смотреть Вон Стоит Третий Домик И Там Тоже Нет Сегодня Оленей Вот Я Нашел Такой Застоявшийся Ручеек Здесь Кстати Почва Такая Проваливается Немножечко Но тут Он Недалеко От Дороги Вон Уже Виднеется Четвертый Домик Пойду Смотреть Что-то Я наших Потерял Из вида Хотя Нет Вон Они Идут Ну Как Всегда Я Залез Самое Самое Прямо Как Я Люблю Чем Сложнее Тем Лучше Да Сейчас Буду Теперь Сайгачить Через Это Наверное Сразу Бегу Все Скорее Я Вот Здесь Буду Перепрыгивать Ну Ну Что Неплохо Для Первого Раза Даже Хорошо Так Ну И сколько Мне еще Придется Перепрыгнуть Блин Не Все Перемахнул Ну Вот Я Почти Вот Иду По оленей Тропке Почти У реки Сейчас Вот Она Уже Вот Она Вот Теперь С этой Стороны Я Дошел До Возиха Здесь Видите Она Какая Маленькая Сколько Уже Вся Вода Сошла Получается А было То Вот Здесь Судя По Всему И Такой Звук Реки Если Будет Слышно Так Ну Че Теперь Я Буду Прыгать Вниз Ну Все Вот Здесь Я Смог Ближе Подойти К реке Вытекает Она Увидеть Можете В моем Другом Видео Из Благого Болота Возахма Берет Своё Начало По крайней Мере Мы Предполагаем Так Ну И по Карте Она Уходит Туда Больше Ей Вытекать Неоткуда А сейчас Я просто Без Всяких Комментариев Включу Телефон И Поснимаю Может Быть Будет Слышно Как Течет Вода Слышно Сейчас Я подойду Там Тоже Под Дорогой Трубочки Как Я Там Полезу Я Не Знаю Мне Самому Даже Интересно И Я Не Пойму Куда Делись Наши Я Их Не Наблюдаю Идущими Сюда По Дороге Может Они У Третьего Домика Кого Нашли Что Это За Звук Ну Вот Олени Грызли По Любому А Все Я вижу Наших Они стоят У третьего Домика Что Они Там Ищут Я Не Знаю А У Меня Здесь Так Ну Что Надо Мне Как То Опа Ну Зато Прошел И Не Надо Было Нагибаться Под Нее Как Я И Говорил Подхожу К Трубочки Не Знаю Как Мне Здесь Перебраться Вот Можно Конечно Разуться И пройти Вот Через Эту Каменную Гряду Но Мне Нечем Вытереть Ноги Врать Не Буду Желания Сегодня Нет Лазить По Холодной Ладе Хотя Это Было Булгарно Чисто Для Видео Надеюсь Вот Эти Деревья Сейчас Не Рухнут Туда Когда Я Около Них Пойду Не Хотелось Бы Тоже Такой Неожиданности В 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 Идем Дальше Вот Она Каменная Гряда Маленькая Но Прикольно Да Здесь Можно Перейти В Брод В Резиновых Сапогах А Я Скорее Сего Вот Здесь Пройду Фотографии У Меня Наверное С Этого Места Особо Много Не Будет Я Здесь Просто Прошел Ничего Не Фотографировал Да И Фотографии Мне Хватило Вчера На Карьере Конечно Здесь Тоже Классно Особенно Вот Эти Все Камушки Прикольно Смотрится Но Возможно Это Сфотографирует Настя А Я Просто Потом Посмотрю У нее Эти Фото В Инстаграме Даже Возможно Еще В Контакте Точно Точнее Настя Надеюсь У тебя Открытые Страницы Вы Сейчас Не Видите Не Слышите Что Я Стоит Вы Стоит Вон Там Точнее Нет Вон Вы Стоит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это я стоял вот там на краю и даже не знал, что там вот так подмыло берег. Ну, я люблю всякий экстрим такого масштаба. Ну, умеренный. Не сказать, что здесь опасно для жизни, но намокнуть, если упасть сюда, я думаю, я бы промок весь. Продолжение следует... Там какое-то болото. Ну, а здесь... Можно сказать и незаметно, что есть течение. Про что я говорил, что где-то вот здесь еще раньше была деревня. Можно посмотреть по карте, потому что на викимапе отмечены эти две деревни. Все эти деревни раньше ходили в Веретево, в церковь. Вторая, как я говорил, вон там, за третьим домиком. Смотрю, наши ушли. Походу, я в четвертый домик не попаду, потому что я уже не наблюдаю у третьего домика Сашину красную куртку. Тут вариантов два. Либо они ушли дальше, пока я снимал в Озихму, либо они сидят в третьем домике. И как Стас хотел, он хотел поставить штатив, чтобы снять оленей, когда они будут есть траву. Но штатив-то у меня в рюкзаке. Значит, эту версию мы отметаем. Скорее всего, они пошли дальше. Сейчас я, если выйду вот сюда в поле, я должен их увидеть. В общем, ладно. А до четвертого домика было рукой подать. Может быть, мы еще сейчас сюда вернемся. Ну вот, как солнце заходит, так становится прохладно в одной кофте. Я вот не знаю. Я не планировал сегодня брать радиостанции, потому что я не планировал отделяться от общей группы. Но я свалил посмотреть реку. И вот сейчас бы мне их вроде крикнуть. А куда кричать? Не орать же? Там типа, люди, помогите. Или куда вы ушли? По факту-то это от них ушел я. Ладно. Я думаю, Сашу в красной куртке вот здесь на поле где-нибудь я сейчас увижу. Так что, не будем терять надежду. А такое ощущение, вот действительно, как будто я сюда один приехал. Что раньше я и делал. Вообще, как бы, в доковидную эпоху я сюда и катался один на велосипеде. Мне здесь нравилось. Здесь реально просто сидишь в том же вон третьем домике. Смотришь, как олени вон из этой кормушки едят. Прикольно. Кто-то любит посмотреть, что творится в горах. Кто-то любит посмотреть, что творится в лесах. Кто-то любит просто побухать. Кстати, я уже вышел, походу, из того возраста, чтобы осуждать людей за это. Просто у меня был один период, когда я повелся на всякие лозунги. Типа трезвость норма жизни и все такое. А потом эти люди просто оказались обычными коммерсами. Потом они начали говорить, покупайте нашу одежду вот с такой-то символикой. Ну и что? И все это под предлогом, типа, наши помогите нашим. Ну, звучало это не так. Звучало это по-другому. Если я просто сейчас скажу вслух, то мне придется все равно это вырезать из видео, так как эту фразу запретили на законодательном уровне. Ха, зацените, блядь, мне фортануло, я нашел артефакт. А я вам говорил, надо идти сюда. А? Говорил же, пойдемте к четвертому домику. Вот так вот, братва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...